Пучеглазая нечезда Пучеглазая нечезда Пучеглазая нечезда Пучеглазая нечезда Пучеглазая нечезда У каждой жабы есть своя заводь, свой пруд, куда гонит ее инстинкт продолжения рода. Первыми навстречу являются самцы. Их брачный зов тих, так тих, что самки не слышат его даже в нескольких десятках метров. И только место. Оно неизменно. И поэтому встреча не может не состояться. Она возможна только в считанные дни. Неоплодотворенная икра мертва. Поэтому каждая самка, придя на место нереста, должна сразу же встретить партнера. Возможно, поэтому самцов и бывает гораздо больше, чем самок. Порой в пять раз больше. Малейшее движение, рябь на водной глади, шорох побуждают самца к броску. Но часто его ждет встреча с соперником. Этот звук означает, оставь, и не тот, кого ты ищешь. Так отталкивают друг друга самцы. Так отвечают и самки, которым партнер уже не нужен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы достичь желаемого, самец должен быть предельно активным. Первым заметить самку, первым броситься к ней, первым вцепиться в ее спину. Опоздавшие не смиряются с ролью запасных игроков. И нашедшим пару нередко нужно обороняться. Предупредительные сигналы уже не могут помочь. И если паре не удалось скрыться, самцу нужно силой отстаивать свои права. Субтитры создавал DimaTorzok Если и другому самцу удается вцепиться в самку, ей угрожает гибель. Подворот влечет все новых и новых самцов. В нерасторжимый клубок вплетаются новые тела. В этой судорожной борьбе самка погибает. Самцы же дерутся до полного изнеможения. Субтитры создавал DimaTorzok Пара, которой удалось скрыться, опускается в воду на несколько десятков сантиметров. Здесь начинается нерест. Икру самки оплодотворяет молоко самца. Сказки, поверья, мифы многих народов наделяют жабу самыми разными свойствами. Поры паны эква, так называют жабу манси, что означает прыгающая старуха. Тело жабы казалось многим народом похожим на обезображенное тело человека. Это сходство по-разному объясняли, но никогда не были безразличны. Боялись жаб, ненавидели жаб, почитали жаб. Двойная пятиметровая нить икринок повисает на водорослях. В этой нити около 7 тысяч оплодотворенных икринок. Около 7 тысяч новых жизней. Уже через несколько дней после нереста икринки начинают менять форму. Они удлиняются. Один конец закругленный приобретает очертание головы. Другой хвоста. Еще несколько дней и длинная нить икринок распадается на тысячи подвижных головастиков. Забавных существ, состоящих из головы и хвоста. Минет 50 дней и тысячи головастиков станут тысячами маленьких жаб. Пугань проклятая, нечисть заклятая. Оттого Бог жабе хвоста не дал, чтоб она им воды не толочила. Жаба у рака гнездо отбила. Жабу убьешь, мать или отец помрет. Жабу не трожь, она человечего рода. Коня куют, а жаба лапы подставлят. Сидит жаба, проклятущая в клубнике, под все ягоды и обглоданы. Как в хлев попадет, так урок сусет. Ступни палкой посильней, молоко из нее польется. Жаба на себя гнев воды и суши приняла. Оттого такая шелудивая. Чтоб стала с человеком, не будь жабой. Никакая вода не годилась бы для питья. А порой мы ее в огонь. Жабу убивать нельзя, она сродни человеку. Да брось ее в огонь. Брось в огонь. Брось! Брось. Брось в огонь. Брось в огонь. Брось! Субтитры создавал DimaTorzok Что делает жаба в клубнике? Травоядной она ведь никогда не была. Жаба питается всем, что движется и может уместиться у нее во рту. Охотится она по ночам, когда некому больше уничтожать вредителей растений. Подсчитано. Уничтожая вредоносных насекомых, каждая жаба приносит садоводу около 20 рублей чистой прибыли в год. Перед врагами жаба почти беззащитна. Нет у нее ни быстрых ног, ни острых зубов, ни когтей, ни смертоносного яда. Субтитры создавал DimaTorzok Эта боевая стойка всего лишь имитация угрозы, за которой ничего нет. Но порой способны внушить страх. Головастикам 4 недели. Рыбы им здесь не опасны. Они просто не водятся в таких маленьких прудах и заводях. Да и птицам нелегко выхватить кого-нибудь из этой шустрой толпы. Попробуй выбрать, когда их такое множество. В водорослях прекрасный корм. Вода надежная защита. Время определило для нереста самые выгодные места. Правда, их становится все меньше и меньше. Они нередко исчезают там, где обосновался человек. Пройдет еще 4 недели. И обитатели вод станут обитателями суши. В этот период в организме жаб происходят сложные процессы. В результате около третьих гибней. Несмотря на сходство, головастиков разных видов жаб можно различить. Это головастики уже знакомой нам жабы обыкновенной. А это достигшие того же возраста головастики зеленой жабы. У головастиков серой жабы нет таких поблескивающих синеватых отливов. Для нормального развития головастикам необходима чистая вода. Химические удобрения и другие химикалии, вносимые в почву для защиты растений, попадая в воду, для жаб губительны. Прислушайтесь. Это своеобразная песня, записанная ночью. Только ночью и звучит в полную силу свадебный зов зеленой жабы. Звукозапись удалось сделать. Увидеть же певца ночью человеку редко удается. В Эстонии обитает три вида жаб. Зеленая жаба, ученые называют ее Буфавиридис. Встречается у нас на северной границе распространение этого вида крайне редко. И занесена поэтому Красную книгу Эстонской ССР. Чаще этот вид можно встретить в восточной части Эстонии, на озерных островках, где человек почти ничего не изменил в естественной среде обитания. Охотится зеленая жаба так же, как обыкновенная. Хватает все, что движется и умещается во рту. Но у нее более удачная защитная окраска. Она подвижнее, ловче, лучше прячется. Волнение охотника выдает только дрожь задних ног. Бывает, жаба уничтожает и дождевых червей. Ей ведь невдомек, что человек считает их полезными. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА